Друзья, добрый день! Мы находимся на поле с целеной. В этом году мы работали от сорняков несколько раз. Тригерпицидные обработки для того, чтобы уничтожить сорняк. Болынь мы не побороли на этом поле. Из своего риска посеяли мы еще, как риск, надеяли, что будут осадки. Пройдет номерка в прошлом году, но не прошел. Засеяли подсолнечник, надеяли, что сможем взять какой-то урожай. Давайте покажу. Сейчас мы дискуем, и я уже подробно объясню вам. Мы дисковым плугом разрабатываем. После того, как у нас, видите, только повыня у нас осталась. На поле подсолнечник. Урожай мы тут не будем. Ничего убирать, уже заделаю. Смотрите. Сходы мы получали поздно. Эти сходы угнетались. Вот это все было граминицидом замучено. Который дал нам очень сильно. Сейчас мы видим, да, мы... Сорняк был уничтожен. Вот эта гернина вся. Она уже подгнилась. Сейчас лучше поддается дисковому плугу. Болынь ничего не взяла. Ни глифосат, ни евролайтинг. Герминецид тем более. Сейчас, как видите, вот у нас дисковый плуг. Мы подравниваем верхний слой почвы, потому что вон у нас тут такие горвы. Там бульдозер местами работал. Здесь провалился наш посев подсолнечника. То есть, не получилось. Мы разрезали. Состояние почвы весной было совсем другое. Если мы видим, сейчас, да, поддается как пальцем, да. То есть, мы уничтожили этот сорняк. Он вот становится рыхлый, дробится. А весной мы разрезали эту корневую систему. Положили туда семена чуть глубже. Но она все равно прикатывается, но она не удерживает так влагу. Та влага, которая была, она, получается, у нас быстро ушла. Мы ее потеряли. И не стали получать сходы вовремя. То есть, где-то были сходы. Они были очень недружные. Дальше осадков не было. Мы рисковали. Мы надеялись, что мы посеем под... Мы разработали глифосатом после посева на третий день. И рассчитывали, что мы сможем... Что я хотел сказать? Что мы сможем потом заглушить евролайтингом после сходов. Но так как мы упустили влагу, а дожди не пошли, которые показывали, что будут четыре дня обильных осадков. Но они не пришли. Мы больше настраивались под эти осадки. По всем сайтам показывал, но их не было. Это была... Это была судьба. И тут все провалилось. Аренду мы выплатили людям, но... Короче, надо землю доработать. Сейчас мы срезаем этот верхний слой тернины. Верхний слой почвы. И уже будет совсем по-другому. Эти растительные остатки заделаем. Тут азот есть. Мы при посеве добавляли. Сеялись аммиачные селитры. Так же будут разлагаться растительные остатки. Дальше, друзья. Так, что-то я замолчал. Все, на связи. Такое бывает. Ну, смотрите. Да, мы рискнули по подсолнечку. Очагами есть. Не получилось, что теперь. Жизнь продолжается. Почву... Смотрите по сырнякам. Мы убрали в основном все сырняки. Осталось у нас полыни. Сейчас там появился подорожник местами. И плюс условия создались. Влага есть. Появились другие дудольные сырняки. Поэтому я буду искать, как нам без пахоты побороть полынь. И плюс, если кто-то... У кого-то есть такой опыт. Пусть нам подскажут. Мы не брезгуем, когда нам хотят дополнительно знания дать. То есть, мы готовы получать знания. И готовы делиться знаниями с нашими коллегами. И со всеми желающими. Все. Мира, добра, жму руку. Всем пока.